Грифон, собака, брюссельская гладкошерстная порода. Кто такой брюссельский грифон? Это невероятно веселая, добрая и общительная собачка, которая способна принести в дом радость. Данная порода имеет свою длительную и интересную историю, отличается рядом преимуществ. Грифон может стать отличным другом и взрослому, и ребенку. История породы. По мнению специалистов, грифон – собака, которая впервые появилась на территории Бельгии. Миру ее представили в 1880 году. На сегодняшний день эти комнатные зверьки известны и на территории России, и в западных странах. Брюссельский грифон – очень активный и радостный пес. К сведению, порода собак грифон имеет схожих по генетическим данным собратьев в лице пинчеров. Хотя так до сих пор и непонятно, кто от кого произошел. Изначальное предназначение маленьких собачек было не слишком благородное. Фактически они ловили крыс и других мелких грызунов. Псы чаще всего держались на территориях складов, где и приносили пользу. Уже гораздо позже, когда брюссельский грифон появился в домах знати, данная порода получила официальное аристократическое звание. Постепенно представители данной породы начали расходиться по всему свету. В России они приживались не так охотно, и каких-то отдельных историй о них нет. Описание породы и стандарт МКФ. Брюссельские грифоны – это небольшие комнатные собачки, обладающие характерными вздернутыми носиками. Мордой они сильно напоминают мопсов, однако шерсть у них длиннее. Обратите внимание. Необычное, в чем-то даже странное. Внешность многих хозяев наводит на мысль о домовятах. Существует несколько подвидов породы – брабансон или пти, брюссельский или британский. Собаки могут быть как короткошерстными, так и длинношерстными в зависимости от типа. Что их объединяет, так это жесткошерстный мех. Характер у собачки веселый и задорный. Малые габариты не позволяют животному жить самостоятельно. Фактически грифон полностью зависит от своего хозяина. При этом порода отличается излишней самоуверенностью и без страха кидается на более крупных собак. В данном случае владельцу рекомендуется держать питомца на поводке. Грифон – порода, подходящая для любой семьи. Такой питомец уживется и с детьми, и со стариками, станет верным другом одинокому человеку. Собака-грифон имеет следующие стандарты породы. Тело компактное квадратной формы и достаточно плотное. Высота в холке должна иметь равное значение с расстоянием от лопатки до верхней части задней лапы. Спина прямая, не зауженная. Лапы тонкие. Мышцы конечностей хорошо развиты. Подушечки и когти аккуратные, близко расположенные. Шея короткая. В соотношении с телом образует прямой угол. Голова имеет круглую форму, покрытую жесткой шерсткой. Морда плоская. Нос коротенький, вздернут вверх. По цвету мочка черная. Прикус нестандартный. Нижняя челюсть заметно выступает вперед. Глаза имеют правильную круглую форму. Не входит в стандарт мендолевидная форма или маленький размер. Радужка темная. Уши имеют треугольную форму, они высоко посажены. Слишком длинные также отбраковываются. Хвост должен купироваться. Не допускается по стандарту закругленный хвостик. Стандартный окрас, красный или ярко-коричневый. Черный грифон собака может быть только бельгийского типа. Средний показатель высоты от 26 до 32 сантиметров. Минимальный размер 25 сантиметров. К возрасту двух лет вес доходит до 3,5-6 кг. Обратите внимание, может встречаться как гладкошерстный грифон, так и обладающий более пушистым, но при этом жестким мехом, поинтер. Мех разных цветов. Характер и особенности поведения. Взрослые щенки породы грифон, это самые прекрасные компаньоны, которые не выносят одиночество. Они искренне скучают по своим хозяевам, когда долго их не видят. По этим причинам не рекомендуется заводить данных животных людям, которые не проводят много времени дома. С другой стороны, для большой семьи с детьми подобные собачки, это идеальные друзья и соратники. Питомец будет с радостью играть, бегать, прыгать с малышом в любую погоду. Однако питомец может все время проводить и в квартире. Многие хозяева учат псов ходить в кошачий лоток. Такой вариант подходит для пенсионеров, которые не могут каждый день гулять с щенком, но иметь маленького друга все же хотят. Важно! Несмотря на маленькие размеры, грифон не относится к трусливым собачкам. Питомец может с легкостью броситься на защиту хозяина, даже если противник будет намного больше него. Собака с легкостью переносит любые переезды и с радостью катается в машине. Обожает прикосновения и ласки, любит купаться как в ванной, так и в открытых водоемах. Игривые и общительные псы согласны на все, лишь бы быть рядом с хозяином. Основные моменты в дрессировке В отличие от большинства собак, отличающихся игривым и активным нравом, в вопросе дрессировки грифонов человеку нет нужды начинать. Процесс с раннего возраста Оптимальный период, чтобы начинать заучивать первые и самые простые команды, это 9-10 месяцев. Некоторым может показаться, что будет уже поздно, однако нет. Вся суть в том, что раньше животное просто не будет испытывать интереса и откажется выполнять упражнения. Фактически, как говорят специалисты, полностью сосредоточиться и понять, что хочет хозяин, собака сможет, достигнув года. Обратите внимание, дрессировка начинается с самых простых команд, сидеть, лежать, рядом и так далее. Важным моментом является то, что во время обучения человек должен следить за собственным поведением. Нельзя кричать или злиться на питомца. Тем более не следует проявлять грубость. В данном вопросе необходимо набраться терпения и понимания. Выгул. Что касается развития физических данных, то этому также следует уделять время. На нормальное развитие мускулатуры необходимо тратить не менее 15 минут. В день. В это время нужно давать питомцу бегать, прыгать, преодолевать препятствия и так далее. Как уже говорилось, можно научить собачку ходить в туалет в лоток для кошек, однако периодические выходы на улицу полностью отменять не следует. Если питомец большую часть находится дома, следует выпускать его на свежий воздух хотя бы один в два-три дня. Важно. Малый рост равносилен быстрой усталости. Фактически животному достаточно гулять всего 20 минут. Если малыш утомится, его лучше взять на руки и отнести домой. Уход за собакой. В домашнем содержании и уходе за маленьким питомцем нет ничего сложного. Кое-какие трудности могут возникнуть во время стрижки грифона. Красивую и необычную шерстку необходимо регулярно расчесывать и приводить в порядок. Сама процедура доставляет собаке большое удовольствие, со временем песик будет сам бежать к хозяину при виде расчески. К сведению, в обычное время достаточно приводить мех в порядок один-два раза в неделю. Во время леньки это делается ежедневно. Тримминг грифона делается не чаще три-четыре раз в год. Сама процедура представляет собой постепенное выщипывание отмерших волосков и подшерстка. Для чего необходима подобная процедура? Все дело в том, что ленька проходит весьма затруднительно, поэтому нужно искусственно стимулировать смену покрова. Кроме того, периодически животное нужно подстригать. Если этого не делать, внешний вид малыша становится неряшливым и отталкивающим. При необходимости все процедуры с шерстью можно доверить специалистам или проводить их самостоятельно. Последний вариант потребует приобретение специального оборудования для стрижки. Схема проведения тримминга достаточно проста. Шерсть начинают выщипывать с затылочной части. Продвигаться необходимо в сторону хвоста. Процедура повторяется спустя две недели. Убирается оставшийся остевой волос. После того, как тело будет обработано, удаляются волоски с ушей. Также необходимо убрать лишнюю шерсть на груди и из головы. В конце очищаются область пупка и интимная зона. Шерсть требует специального ухода. Помимо меха, необходимо осуществлять уход и за другими частями тела. Особое внимание следует уделять складке на морде бельгийца. Это физическая особенность породы. Данное место следует регулярно протирать влажной салфеткой. Это поможет избежать излишнего запотевания кожи. Если процедурой пренебречь, место от постоянной влажности преет и начинает неприятно пахнуть. Ушки следует осматривать не менее одного раза в неделю. Если в них накопилась грязь, то ее следует убрать с помощью ватного диска и перекиси водорода. Важно, для чистки запрещено пользоваться ватными палочками и тем более залезать внутрь раковины. Можно случайно нанести травму животному. Глазки также следует осматривать и очищать по мере необходимости. Поскольку когти самостоятельно не стачиваются, их необходимо будет подстригать. Для этого используют специальные ножницы. Не менее важным является уход за зубами. Данная порода подвержена заболеванием полости рта из-за своего специфического прикуса. Следует очищать зубы с помощью зубной щетки и пасты, предназначенной для собак. Питание брюссельского грифона. Брюссельский пес может спокойно питаться как домашней едой, так и магазинными кормами. Важно только соблюдать основное правило, не следует смешивать готовые корма и домашнюю пищу. При использовании магазинных кормов следует отдавать предпочтение специальным, подходящим для маленьких собак, премиум или супер-премиум класса. От дешевых вариантов лучше отказаться сразу. Некачественная пища способная нанести вред домашнему любимцу. Если же рацион состоит из натуральных продуктов, то в него обязательно должны входить, сырое или ошпаренное нежирное мясо и субпродукты. Куриное мясо в вареном виде. Ни в коем случае нельзя давать собаке куриные кости. В ограниченном количестве вареная рыба, крупы, гречка, рис, овсянка, яйца в ограниченном количестве, кисломолочные продукты, вареные и сырые овощи, свежая зелень, растительное масло, не более одного часа, ложки в день. Важно, мясные продукты являются составляющей рациона собаки. Особенности челюсти не позволяют животному поедать большие и трудно прожевываемые куски. Хозяину следует предварительно все мелко порезать. Размножение и продолжительность жизни. Данная порода отличается достаточно крепким здоровьем, но и они подвержены ряду заболеваний. Среди основных недугов выделяют. Катаракту. Аллергию. Выпадение глазного яблока. Сушение ноздрей. Осложнение во время родов. К сведению, срок жизни маленьких собак достаточно длительный, 12-15 лет. Вязку следует проводить, соблюдая основные правила. Нельзя сводить самку сразу же после первой течки. Фактически девочка становится полностью готовой только после двух-трех течек. Что касается мальчиков, то их можно знакомить с самками в возрасте не менее 13 месяцев. Щенки-грифоны не менее смешные, чем взрослые особи. Сколько стоит щенок. Данная порода является достаточно дорогостоящей. Чистокровный малыш обойдется в 40 тысячах. Руб, при этом цена может быть и выше. Все зависит от типа породы, возраста, пола и питомника. Более дешевая стоимость, которую выставляют заводчики, 15 тысяч. Руб, звездочка, однако к таким щенкам стоит относиться с осторожностью. Покупка с рук не гарантирует хорошего здоровья и психологического здоровья пса. Как правильно выбрать щенка? Самым лучшим вариантом для выбора щенка является официальный питомник. Только там можно самостоятельно осмотреть зверька, познакомиться с родословной его родителей и заключением ветеринара. Если питомник дорожит своей репутацией, он ни в коем случае не будет утаивать информацию в надежде просто заработать побольше денег. Если у собаки есть предрасположенность к каким-то заболеваниям, об этом сообщат. Существенным недостатком таких питомников является то, что цены на животных в них завышены. Важно, взять собаку в дом, это ответственный шаг, который не следует делать поспешно. Лучше всего не брать в семью больного щенка. Это может закончиться весьма трагическими событиями. Также нельзя брать собаку по фотографии, не познакомившись с ней вживую. Плюсы и минусы породы. Данная порода имеет свои положительные и отрицательные стороны. К несомненным плюсам относят. Любовь к человеку, желание общаться и играть. Хорошее отношение с детьми. Собака не требует постоянных. Длительных прогулок на улице. Грифон может спокойно уживаться с другими домашними животным, в том числе и кошками. Легко подается. Дрессури. Породе присущий инстинкт охотника. Минусов не так много, но они все же есть. Необходим специальный уход за шерстью. Собаки имеют склонность к проявлению доминантного поведения. Порода является весьма дорогостоящей. Так стоит ли брать в дом собаку Грифона? Несомненно, да, особенно если человеку одиноко и грустно. Песик всегда будет рядом со своим хозяином, станет хорошим и преданным другом. Звездочка цены указаны на ноябрь 2019 год.